Если он будет, короче, миллионером, миллиардером, ты сделаешь все. Ну, естественно. Если он тебя попросит со своей собакой почпокаться, то есть ты тоже это делаешь. Ну, знаешь, иногда такие суммы, что можно и потерпеть, в принципе. Ну, с собакой? Ты это, не хочешь посусать? Ну, ты же понимаешь, ты же знаешь прайс московский. Это у тебя поедет, да? Она даже ездит. Вот кия-ри-а, что-то схожее с коры там. Ты же прям богиня, прям такая царица. Лучше тебя нет. Слушай, ну я особенная. Работать, мальчик, работать еще. Я буду работать, 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 и просто тебе бабло обошлять, 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 короче, да. Вдвоем. Интересно, может легче убить тебя, нахуй. Ты мне еще, не дай бог, работать пойти. С утра встала, в туалет сходила такая. Вообще, нахуй ты кому уперусь. Ты еще дальше встать не мог? Погоду видел? Намокла. Ну, как тебе сказать? Мокрая тиска. Ух, ты взломерись. Такая погода, конечно, вообще. Я тебя вообще-то ждала, я не привыкла ждать. Да? Ну что ты говоришь? Ну да. Что прокатимся, пообщаемся. Такую погоду. Она, это у тебя поедет, да? Она даже ездит? Конечно, ездит. Ты что думала? А ты из тех девчонок, которые сразу на Татьку обращают внимание, короче, да? Ну, мне казалось, просто здесь такие не ездят. И на таких не ездят. Здесь это где? В районе в таком? Ну, вообще... В таком районе Майбах ездят, да? Ну да, хотелось бы. Мне показалось, пообщение кто такой. Так. На Майбахе? Да. Крутой такой, прям, самодостаточный, серьезный. Такой уверенный был. На таких машинах просто не такие уверенные парни. Ммм, понятно. Ты одет так прикольно. Под руки? Я когда подъехал, думаю, ты не ты. А тут где? Да не, просто, ну, на таких прикидках. На трассе стоят обычно. Я только из Сумы вышла, дорогой. Только из Сумы? Это был вот здесь, у Касина, в том центре так там находится. Ждала тебя долго, решила пройтись. Ладно, рассказывай, что на сайте знакомств ищешь, какого мужика хочешь. Член побольше, побольше его играет. Ну, подруги говорили, что там можно найти свою любовь. Да что это? Да, желательно любовь, чтобы получала от 200 тысяч и не меньше. Кис, это очень скучно, что за хуйня. Блин, встречался уже с девчонками, все говорят о 200 тысяч. А я не все, я особенная. Где ты это услышала, скажи мне? Ну, хорошо, сколько ты получаешь? Я вообще просто считаю, что все, кто зарабатывает ниже 100, они даже не имеют права знакомиться с девушками. Ну, то скажи, да, ты даже заправить не сможешь машину. На 100 тысяч? Да. Не, ну, только ее заправить и сможешь. Ну, мне так кажется. То есть у меня в этом случае БТР какой-то, да, ему нужна дохера бензина. Ну, вообще, я считаю, что не женское дело это понимать машину. Женское дело сосать? Женское дело это быть красивой. Еще какое женское дело знаешь? Чтобы ты был счастлив, твое счастье зависит от моего счастья. И я свою женскую энергию буду отдавать тебе. А у тебя ее много, женской энергии. Вообще, ты многим отдавал свою женскую энергию. Ты какие-то вопросы задаешь, слушай, ты типа шутник? Ну. На норм тачку, то есть ты не нашутил? Может, она у меня есть, а кто-то знаешь. Ты считаешь, нормально сесть в тачку чуваку, вот, с первого раза в бухты-барак сказать, блин, а оно вообще едет нормально вообще? Ну, вообще-то, Лобковский говорит не обманывать, а говорить, как есть. Короче, тренинги проходишь, слушаешь кого-то, цитируешь, а я понял. Я развиваюсь во всех направлениях, потому что считаю, что девушка не должна ограничиваться на чем-то, она должна развиваться, быть интересной. Ну, а то любой человек должен согласиться, согласен. Ну, хорошо, что ищешь, получается, чувака, который бабки зарабатывать хорошо, или что? Любую семью хочешь, на, просто, чтобы тебя содержали, шпилили, чтобы драли тебе как следует, или что? Ну, все это в одном. Все в одном? Да. Нет, ну ты считаешь, я не достойна самого лучшего? Все люди достойны самого лучшего, у них они всплыли. А больше отношений давно были? Ну, не хочу об этом говорить. Ну, в смысле, давно ты на сайте знаком, там, что-то, что-то, встречалась, все-таки ты. Да, пару раз. Ну, какие-то все тоже, типа, на таких тачках приезжали. Нужные щепробы у меня. Ну, такую-то тёлочку назвала, много денег надо. Ну, ты же понимаешь, ты же знаешь прайс московский. Ну, когда отзвучь мне свой прайс, скажи мне, я просто не разбираюсь, я хоть в Москве всю жизнь, я пока просто с прайсами на вы. Да не то, чтобы свой прайс, а имела в виду прайс, чтобы быть красивой. Слушай, ну, ты же хочешь красивую? Допустим. Да. Тебе нравится красивая? Всем нравится красивая. Ну, так вот. Симпатично красивая, да. 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 Но это же все требует денег. Это стоит денег. Да. Ага. Не проще пойти куда-нибудь к вам снять в таком случае. Ну, ты же тоже хочешь любви. Вот именно я хочу любви, не хочу, чтобы женщина относилась к денежному мешку, к кошельку, к тому, кто задерживает. Ну, смотри, она же тебя будет больше уважать, гордиться тобой. Ну, она будет её и будет интересовать только мои бабосы, правильно? А как же я, душа и так далее? Слушай, ну, мы же живём в 21 веке, зачем вот это обманывать, говорить любовь и так далее? Ну, вот понятие человека, короче, да? Да. Угу. А чем ты вообще занимаешься, расскажи? Бизнесом. Хе-хе-хе. Что ты умоляешься? Хе-хе-хе. Понятно, понятно. А ты чем занимаешься? Работаешь там, что делаешь лучше все? Ммм, ты считаешь, что с моей внешностью надо работать? А, то есть работать не надо, то есть ты вообще ничем не занимаешься, ну, можно же занять какое-то. Я развиваюсь. Это много времени уходит. Ты по книжке читаешь? Я смотрю подкасты различные, там, где рассказывают про отношения, про то, как обрести свое счастье. Короче, одни дуры очень дорогие дуры. Вот у меня была ситуация, представляешь, захожу я как-то в азбуку, набрала там себе продуктов и понимаю, что у меня не за что платить. И вот на одном из курсов я услышала, что можно сделать так, чтобы за тебя заплатили. Как-то ты сделал способ, поработала? Нет. Ну, это же женская моя энергия. Кто за тебя заплатил? Что за идиот? Ну, я дарю энергию, то есть вот мужчине. Тебе же приятно со мной сейчас находить? Ну, приятно так внешне, а как бы насчет энергии не знаю, пока не прочувствовал, не прочувствовал. Ну, ты чувствительнее будь. Угу. Угу. Да, что она сейчас не может быть чувствительнее. Ой. Да, конечно. Где машину давно купил? Чего? Машину давно купил? Два месяца назад. Такие еще продают? Пробег даже на 4 тысяч. У тебя просто даже от дождя не сильно нас спасает. Почему? Ну, как-то все плохо работает, не знаю. У тебя вообще кондиционер есть? Да. Ничего, пожалуйста. Да, включено вообще-то. А, да. Душно как-то. Просто от такого жаркого парня, как я, тебе душно. Развивайся. Угу. У тебя такой топик красивый, или как это называется? Это боди. Боди? Угу. Ну, вот у тебя боди красивое, там красивое боди. Внутри все ништяк. Ну, да. Только бы не эти лежачие полицейские, которые так чувствуются в твоей машине. Ну, мне нравится, у тебя там все живо трепещется. Да? Ты специально наезжаешь на каждую? Я так и подумала. Классно. 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 Он ни в чем не нуждался. Угу. Все исключительно частное. Повара домой. Да. Люди, которые будут приносить еду. Личный шофер. Да? Ну, да. Я, кстати, не умею водить. Угу. Угу. Тоже считаю, что это не женское дело. Ну, владеец, ладно, согласен, что это не женское дело. Короче, ты все хочешь жить. Жизнь такой элитную, короче. Ну, конечно, я же особенная. Почему мне должна быть жизнь? А что ты мужику тогда дашь в этом случае, кроме своего боди? Я его буду любить, ценить, уважать. Зачем ты будешь? Любые его желания исполнять. Угу. Например, какие-то эротические типы для его. Конечно. Это тоже залог. А если он попросит тебя, что-то такое, ты тоже исполнишь? Ну, понимаешь, смотря что я к этому еще не буду испытывать. Ага. То есть, если он будет, короче, миллионером, миллиардером, ты сделаешь все. Ну, естественно. Если он тебя попросит со своей собакой почпокаться, то есть, ты тоже это делаешь? У тебя там что-то закипело? Нет, я просто представила. Есть из таких вот. А, ты представила? И думала, блин, смогу, не смогу, короче. Ну, знаешь, иногда такие суммы, что можно и потерпеть, в принципе. То есть, с собакой будет в этом случае нормально? Нет, не с собакой. Нет. Это нет. А с кушкой? Нет. СМИ. Ну, даже, то есть, если он будет внешне, как бы... Если он внешне, короче, херняный, лавандос есть, тебе пофиг, закроешь глаза, да? Слушай, ну, а что, лучше это быть чем там с красивым, накаченным, но бедным? В чем тогда? Я же буду его смотреть и все время, это же будут ссоры различные, вечные, пилить мозг. Это мне еще, не дай бог, работать пойти. Ты так боишься с работы? Ну, а здесь вот тоже могут быть ссоры, у тебя все-таки нет любви к нему в этом случае, и ты будешь не очень доволен. Ну, я об этом... Нет, я буду верна ему. Угу. Не будешь, да, искать жеребцов все молодых, которые с тобой будут, пока этот на работе, там они где-нибудь в командировке, а ты будешь на герях там. Нет, я буду любить одного-единственного. Ты за*** ты. А ты не щеброд. Ты что-то оскорбляешь меня. А ты меня оскорбляешь. Ты меня вообще обижаешь. Ну, ты села и сразу, блин, машина едет, не едет, ну, начала как бы, да. Почему ты считаешь, что сложно начать свидание с обзирания и указывать на машину или еще что-то? Блин, реально учит где-то. Да, это и учит, это я читала тоже там в Инстаграме. А, надежный случай, да. Просто, как бы, мне подруга говорила, что в той манере, с которой мы с тобой общались, как бы, ну, там чуть-чуть другие деньги, и я вообще, как бы, в шоке была. Я реально расстроилась, когда ты подъехал. Нет, ты не обижайся, ты там. Ну, ты села бы там, что ты просто промокла, короче, да? Лишь бы где-то посидеть. Ну, да, там что-то холодно было. И знаешь, ну, внешне-то ничего. Да. Ты такой, да, там без вид, но что такое внешность для мужчины? Ну, чужик должен быть чуть красивее обезьяна, да? Да. Мужчина должен преуспевать в другом. Ну, блин, я зарабатываю 150. Слушай, ну, меньше 200, это, как бы, уже лучше. У меня есть накопление, у меня есть хаты в Москве, есть дача. Как мой рейтинг? Готова у руля поработать. Что сделать? Поработать у руля вверх из головы. Как далеко от Москвы дача? В новой Москве. М-м-м. Маш день. Возле внукова. Ну, просто ничего, новая Москва звучит уже нормально. Я просто недавно приехала, я, если честно, еще не знаю. Куда? М-м-м. М-м. 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 Попасаешься, да? Да. Ну, я пока присматриваюсь, ведь я же понимаю, что таких, как я, мало. Конечно, такие красавицы, вообще, смотри. Какая. Хорошо выглядишь, все дела. Боди норм, все норм. Глазки красивые. Ну это же не за бесплатно. А что ты без ценника зашла? Что ты сделал ценник, зашла бы вот так прям, я стою столько. Нет, ну хорошо, а кого ты ищешь на сайтах знакомств? Я ищу хорошую, нормальную девчонку, которая может сохранять домашний уют, любить, не быть меркантильной, не говорить там, нужно столько-то зарабатывать и так далее и тому подобное. Естественно, мужчина должен обеспечить женщину, но она не должна выпрашивать, не должна говорить о подачках каких-то. Рупи мне айфон, я стою столько-то и так далее. Так вот именно поэтому мужчина должен зарабатывать столько, чтобы ей даже не просилось намекать, говорить. Ну смотря у кого какая губежка. Я тут с одной познакомился, она говорила, что мужик должен 5 лямов зарабатывать в месяц. Сама-нибудь в общагу потом поехала. Не сошлись мы с ней. То есть ты ее даже не подвез? Конечно нет. Уже страшно. Боюсь, что тебя не подвезут. Ну да, мне кажется, это некрасиво для мужчины. Мне кажется, это не очень. Ничего, что сев в машину к человеку говорить, нищий брод, там нужно 5 лямов зарабатывать и такая фигня какая-то. Это нормально. Слушай, ну это современный мир. Ну причем современный, хотя бы какая-то должна быть воспитанность. Даже если ты видишь, что мужчину не тянет тебя там, да, он не столько не зарабатывает. Просто пообщаться и тихонечко уйти культурно. И просто в принципе больше с ним не общаться. Все. Все, что нужно. Они вот так вот прям в лоб. Я стою столько туда-сюда. Ну это же обманывать себя, тратить свою энергию, свое время. Ты знаешь, сколько в Москве стоит время? Ага. Я же не задаю вопросы какие-то прям у тебя в лоб. Так а с меня что требуется? Что? Быть красивой. Давай я буду, давай ты просто там сосешь. Ну ты тоже надо уметь. Да? Умеешь? По книжкам учишься? Нет, есть различные курсы. На курсы ходишь? Да. Знаешь, сколько не стоит, чтобы дарить свою энергию и делать счастливое? Уху даешь? Цена вопроса. Ага. Все в цене, короче, да? Чувство ты в расшаренную в этом случае. Слушай, ну я не буду корчить из себя, что я такая всесвятоша. Но просто современная жизнь диктует свои правила. Тоже адаптироваться, да? Крутиться. Да. И тот же институт брака, он уже никогда не будет прежним. Сейчас уже все временно. Поэтому время очень важно. Боюсь, чтобы устареть и не найти никого. Не скажу, что я этого боюсь, но понимаю, что время теряется. А тебе сколько лет, то есть не секрет? 23. 23? Угу. 23 года уже можно добиться каких-то инстаграммами, тренингами и так далее. Если честно, почитаю. Ну и чем ты занимаешься в свободное время? По-разному. Отдыхаю, езжу, путешествую. А вот я считаю, что мужчина должен сказать, что у него нет свободного времени. Он же всегда должен работать. Одну цель достиг, сразу ко второй перешел, потом к третьей, четвертой. Я д***я работаю, но как-то должен быть отдых. Иначе мужик так сойдет с ума. И все это ради женщины. А ты будешь сидеть, короче, я буду работать, работать, работать. Просто тебе бабула башлять, 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 короче, да. И ты будешь кайфовать. Из-за того, представь, как ты будешь мной гордиться. Вот мы с тобой куда-нибудь пойдем вдвоем. Мне просто интересно, может легче убить тебя, нахуй. А ты можешь? Был опыт? Нет, опыта не было. Просто реально, зачем тогда вообще это нужно? Ну, ты будешь глазами радоваться. Глазами, а ты ничем. Я у тебя? Ну, я говорю, цена вопрос. Это современный мир? Ну, вот, допустим, хорошо. У меня есть 100 штук. Что я на 100 штук могу? На что рассчитывать? Ничего. Не знаю. Я такие суммы, это вообще нищеброд. Это стрёмно, это убожески. И такие мужчины должны запереться. Ну, такие мужчины могут ходить по улице уже. Они могут ходить. И могут даже тебе подмигнуть. Но создавать там семью, какие-то отношения. Нет. Работать. Мальчик, работать. Еще у тебя немного. Покажи, дорогие, все нормальные. Семьи, вон, в домах, вон. Смотри. Все люди живут. Нормально. Ну, во-первых, как они живут. Во-вторых, эти жены, ты видел их вообще? Просто посмотреть на них без слез невозможно. Почему? Там очень много чемпатичных девочек. Девочек? Ну, эти девочки, значит, работают на трех работах вместо своего мужика. Да. Вот такие девчонки коктейл и вы ищите, ищите. И потом ни хера не находите. И потом все поюзанные. С головой сразу. Да, лишь бы замуж сейчас выйти и начнете пацаном говорить, блин, я нормальный, все такая, туда-сюда. Меня не использовали, не юзали. Невинно. Слушай, ну, сейчас двадцать, первый век, уже можно себе и подколоть везде, и улучшить себя, и как-то... А дверку зашли, да? У женщины нет возрастных рамок уже, она как вино должна быть, становиться все прекраснее и прекраснее. Но, опять же, вернемся к тому, что для этого нужны средства. Да уж, короче, все, у тебя вертится вот этот денег, если ты хочешь содержаться. Ну, айфон. Ну, то есть ты, вот, если бы я тебе предложил сейчас там купить айфон, еще что-то, что было бы? Ну, то мы бы поехали покупать айфон. Так, ну, какие бы блага ты мне взамен бы сулила? Я бы с тобой... Норальная там... Ээээ... Снадла где-нибудь поужинать. Ну, потом посмотрели. Ага, а потом все, да, ты сказал. Гуд бай, спасибо, черный список. Слушай, ну, в женщине же должна быть закатка какая-то. Закатка должна быть, но мне нужно тоже понимать, что за товар можно сначала... Ну, типа, я должен попробовать, испытать, так скажем, если нормально, я продлю абонемент. Куплю, заплачу коммуналку в твоем теле. Ну... Не попробуешь, не узнаешь. Там Света плачу, все. Или что там? Не, очень дорогая коммуналка. Очень дорогая. Угу. Ну, сколько там, например, одна часть твоей коммуналки стоит? Слушай, у меня сейчас мозг взорвется вообще. Что это за какие-то тут параллельные словечки? Тебе нужно прямо? Мне нужно прямо. Я, если честно, бы и в университет хотела бы пойти. А ты вообще училась или учишься? Нет, я делала себя лучше и развивала. Понятно. Ну, зачем вообще? Я считаю, что если что... Ну, конечно, нет, круто говорить, что у тебя есть вышка. Вот, типа, знаешь, там, у меня есть вышка. А так... Мужчина купит. Мужчина купит. Мужчина купит. Мужчина купит. Да вообще, думающая женщина, это самая опасная женщина. Да что ты. Думать должен мужчина, работать, зарабатывать. Короче, мужик все должен, ты ни хрена не должна. Я его буду любить. Кроме, да. Кроме, короче, кураги свои подсохшие, ты ничего не можешь. Я опять не понимаю. Предложить. А? Не, ничего. А у тебя рога какая, вяленая, свежая или подсохшая? Да нет, я вообще, если честно, не очень люблю сухофрукты. У них, короче, сахара много. И это вредно сказывается на фигуре. А фруктики любишь? Ну там бананчики. Да. Бананы люблю. Бананы, они такие продолговатые, прикольненькие. Любишь что-то все продолговатые, короче, да? Ну не все, но особенные, такие пожелтые. Пожелтые. Я понял, веселый ты мадам, конечно. Просто, может тебе стоит пересмотреть реально свои мысли и заниматься. Ну блин, а кого ты найдешь? Ты в натуре думаешь, что на сайте знакомства найдешь такого мужика? Да они там не сидят, блин. Да нет, вот именно, что они столько работают, у них нет времени на знакомство. И есть время там зайти в интернет, написать. Ты им скидываешь фоточку, параллельно просишь его скинуть фоточку. Вот когда ты мне скинул фотку, я, конечно, посмотрела, как у тебя там в квартире, и подумала, что ну явно не такая машина приедет. Чё, квартиру по круче, да, чем машина. Просто машина это средство передвижения, как бы, да, мне вообще пофер на машину. Я не считаю, что надо тратить на машину. Какая-то часть средств прям большого. Это расточительство. Передвигается и ладно. Более-менее комфорт, все. Конечно. Это просто наши, это понты и статус. Вот это вот, нет? Но тебя же все видят. Кто меня видит? Я по своим делам передвигаюсь. На какой-то машине? Если я, например, куда-то в театр бы поехал, или там, не знаю, куда-то действительно на встречу делаю, да. Ну там можно взять каршеринг, там такси, неважно. А так... Конечно. А фоточку там, я не знаю, ну ты там мне цветочки подаришь, я должна там возле машины сфоткать. Машина это статус. Короче, ты это инстателочка. Машина это показатель. Все выкладываю. Так. С утра встала, в туалет сходи такая классная. Но это на самом деле тоже сложно. Третья. Третья.